День учителя замечательный и очень душевный праздник. Его можно назвать всеобщим, так как учителя в жизни каждого из нас играют важную роль. Учитель не профессия, это судьба. Так назвали церемонию участвования педагогов Славянского района, которая в преддверии праздника прошла в городском Доме культуры. С подробностями об этом торжественном мероприятии Андрей Вишневский. Нарядные учителя, воспитатели детских садов, преподаватели техникумов и филиала Кубанского госуниверситета, ветераны педагогического труда заполнили зал городского Дома культуры. В зале приподнятая праздничная атмосфера. А как же иначе? Ведь профессиональный праздник наше учительство искренне любит. Со сцены прозвучали прекрасные слова и поздравления в адрес представителей этой благородной профессии. За это вам большое спасибо, за то, что вы до сих пор являетесь нашими наставниками и нашими помощниками. Дорогие друзья, я всех вас хочу поздравить с вашим праздником. Хочу сказать большое спасибо за вашу работу, за преданность профессии, за верность вашей профессии. Лично вам счастья, благополучия, успехов, исполнение ваших желаний, всего самого-самого доброго. Увлеченные, талантливые, глубоко знающие и любящие свой предмет. Такие у нас учителя. Они участвуют в профессиональных творческих конкурсах и добиваются успехов. За это их чествуют по праву. В числе награжденных Анжела Булеева, учитель истории и общества знания. Профессия учителя – это самая главная профессия на земле. Мы не сразу можем увидеть плоды своего труда. Но когда дети взрослеют и приходят в школу взрослыми, состоявшимися, получившими хорошую профессию, вот тогда мы видим плоды своего труда, и в нашей душе становится очень хорошо. Молодые специалисты пополняют ряды нашего учительства. Мария Бескаравайная полюбила историю еще в школе, мечтала стать учителем, и ее мечта осуществилась. Самое сложное – начать, прийти, работать, а дальше школа уже не отпустит, если это твое. Глаза действительно, я прекрасно помню свой первый урок, я прекрасно помню, кто сидел на этом уроке, и как на меня смотрели дети. И именно из-за этих глаз я в школе и осталась. В этот день говорили о лучших учителях, награждали их премиями и почетными грамотами. Все это сопровождалось горячими аплодисментами. Все с нетерпением ожидали объявления победителя в номинации «Педагог-легенда-2017». Им стала Екатерина Георгиевна Харлампиди, которая преподавала русский язык и литературу в первом лицее. Она до сих пор помнит своих учеников. Если они видят, что им действительно душу раскрываешь, они тебе отвечают тем же. Вот у нас именно вот такое доверие с ребятами состоялось, и вот это, наверное, память на всю жизнь. Помнишь об этих ребятах, вспоминаешь их, они тебе звонят, с ними разговариваешь, узнаешь их успехи, как они состоялись, как люди, и многие просто выражают славу, благодарность, и я, конечно, этому очень рада. Творческие коллективы Краснодарской филармонии исполнили для собравшихся замечательные песни, пожелав им завершение концерта счастья. Поздравления от главы района в этот день в студенческом клубе также принимали преподаватели славянского филиала Кубанского госуниверситета. Для филиала это особенный праздник, ведь из его стен, получив качественное образование, выходят молодые учителя, будущее нашей педагогики. Все люди этой профессии достойны уважения и признания их заслуг. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».